Казахстан 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 77 место и стал лучшим в СНГ, а к 2020 году мы планируем войти в топ-40 стран мира. Второе – реализация крупных логистических проектов. В своем послании глава государства поставил задачу в 2020 году увеличить годовой объем транзитных перевозок. В 7 раз для грузоводов, перевозимых контейнерами, до 2 миллионов контейнеров. В 4 раза для пассажирских перевозок, воздушным транспортом. До 1 миллиона 600 тысяч транзитных пассажиров. Также необходимо повысить доходы от транзитных перевозок в 5,5 раза, до 4 миллиардов долларов в год. Для достижения данных показателей Министерством по инвестициям и развитию будут приняты следующие меры. В целях симулирования транзитных грузопотоков железнодорожного транспорта через территорию Казахстана нашим основным партнером – это Китай, Россия, страны Центральной Азии – будут представлены гибкие тарифные условия, в частности скидка от 30 до 50%. Планируется продолжить работу по модернизации и развитию железнодорожной инфраструктуры, которая позволит снизить инфраструктурные ограничения. Будет модернизировано более 4600 км пути. Указанные меры позволят увеличить скорость контейнерных поездов к 2020 году до 1500 км в сутки. Планируется обновление подвижного статала за счет увеличения парков фитинговых платформ. Также в этом году приобретено 1132 платформ отечественного производства, что позволит увеличить парк на 19%. В связи с увеличением объема перевозок по трансписковому коридору будет продолжена работа по строительству паромного комплекса в порту Хорох. На сегодняшний день завершен первый этап реализации проекта, позволяющий проводить обработку железнодорожных паромов с проектной мощностью до 4 млн тонн грузов в год. Также будет проведена реализация второго этапа строительства порта Хорох – организация автомобильного перехода, проектная мощность которой составляет 2 млн тонн грузов в год. Целый паромный комплекс в порту Хорох будет важным звеном транспортно-логистической системы транспискового международного транспортного маршрута. Третье – реализация автодорожных проектов. Для создания эффективной межрегиональной сети автодорог, связывающей Астану с регионами, по лучевому принципу, в рамках госпрограммы «Нурлажол» к 2020 году будет построено и конструировано порядка 8 тысяч километров автомобильных дорог с поэтапным дренем на них системы платности. Как вы и знаете, в прошлом году ввели в эксплуатацию дорогу между Астаной и Петропавловском по этому принципу. В прошлом году, согласно госпрограмме «Нурлажол» открытое движение на 913 километров автодорог республиканского значения. В реализации проектов было задействовано порядка 75 тысяч человек. С 2017 года работа будет вестись на 4400 километров дорог с задействованием 100 тысяч рабочих. До конца года в эксплуатацию будет введено более 600 километров дорог. Отдельным вниманием послания уделяется вопросу развития строительного сектора, который должен стать полноценным драйвером отечественной экономики. По поручению главы государства в этом году начнется реализация программы «Нурлажер». Она направлена на решение важнейших задач обеспечить жильем 1,5 миллиона семей предстоящие 15 лет. В программе заложены комплексные меры развития рынка жилья. Это удешевление для застройщиков банковских кредитов за счет предоставления государственных субсидий через фонд «Домо». Будет производиться субсидирование ипотечных кредитов для населения, выдаваемых банками, через акционерное общество «Казахстанская ипотечная компания». В текущем году в рамках «Нурлажера» ожидается вот свыше 10 миллионов квадратных метров жилья или порядка 100 тысяч квартир. Из них за счет государственных инвестиций 1 миллион 600 тысяч квадратных метров, то есть порядка 28 тысяч квартир. Второй приоритет – кардинальное улучшение и расширение бизнес-среды. Одной из наших стратегических целей является обеспечение в 2050 году вклад малого и среднего бизнеса внутреннего валового продукта не менее 50%. Для ее решения на данном этапе необходимо первое – расширить географию, микрокредитование, активно используя инструменты гарантирования и сервисной поддержки предпринимателей. Второе – это дальнейшее совершенствование инструментов в поддержке массового предпринимательства. Каждый регион должен предложить комплекс мер по развитию массового, в том числе семейного предпринимательства. Третье – необходимо принять меры по снижению всех видов издержек для бизнеса, особенно это касается стоимости услуг в энергетике, транспорте и логистике, а также в жилищно-коммунальном хозяйстве. Четвертое – процессы оказания государственных услуг должны быть максимально оптимизированы, при этом нужно привести их оказания полностью в электронный формат, без обязательного физического присутствия. Пятое – снижение доли государства в экономике до 15% внутреннего валового продукта. В этой связи определен перечень из порядка 800 предприятий для приватизации до 2020 года. За государство нужно оставить естественные монополии и реализацию стратегических важных проектов, в том числе с участием транснациональных корпораций. Третий – макроэкономическая стабильность. Для обеспечения макроэкономической стабильности главой государства поставлены следующие задачи, особенно актуальные в новом экономическом реалиях. Для обеспечения долгосрочной макроэкономической стабильности Национальному банку необходимо будет добиться дальнейшего снижения уровня инфляции до 3-4% к 2020 году. В целях совершенствования механизма регулирования контроля цены на социально значимые продовольственные товары будет разработан законопроект в части регулирования ценообразования на социально значимые продовольственные товары. Расходы бюджета будут перераспределены с неэффективных программ на бюджетные программы, обеспечивающие реализацию задач третьей модернизации. С 2018 года будет поэтапно внедряться самостоятельный бюджет местного самоуправления на уровне города, районного значения, села, поселка, сельского округа. С указанной даты бюджет местного самоуправления будет внедрён в населённых пунктах с численностью населения менее 2000 человек, а с 2020 года уже повсеместно. Население через ходы и собрание местного сообщества сможет участвовать в распределении средств бюджета местного самоуправления, проект которого будет в обязательном порядке согласовываться с собранием местного сообщества. С учётом внедрения самостоятельного бюджета местного самоуправления, фискальная децентрализация позволит вовлечь местное население в процесс распределения средств местных бюджетов и решать вопрос с учётом реальных потребностей граждан. Четвёртый приоритет – улучшение качества человеческого капитала. В рамках данного приоритета главой государства поставлены четкие задачи по вопросам образования, здравоохранения и сферы социального обеспечения. Будет обеспечено сокращение разрывов в качестве образования между городскими и сельскими школами, а также поэтапный переход на трехязычное образование. Для подготовки специалистов новых производств в течение 2017-2019 годов будут обновлены профессиональные стандарты в соответствии с требованиями рынка труда и передовым мировым опытом обучения на производстве. С этого года по поручению главы государства начинается реализация проекта бесплатное профессиональное техническое образование для всех. Бесплатное образование должно охватить безработные и самозанятые молодежь, а также людей трудоспособного возраста, не имеющего профессионального образования. Кроме этого предусматривается оснащение мастерских 64 колледжей в современном оборудовании средств Всемирного банка. В сфере здравоохранения. С 1 июля текущего года начнет внедряться системы обязательного социального медицинского страхования. Участникам системы медицинского страхования будет представляться широкий спектр медицинских услуг. В участии вне социально возведемых слоев населения будет поддерживаться государством. В сфере социального обеспечения. С 1 июля текущего года будут повышены пенсии для 2 миллиона 100 тысяч пенсионеров до 20%. По поручению главы государства с 1 июля текущего года также будут увеличены размеры единовременной пособия на рождение ребенка на 20%. Будет пересмотрен прожиточный минимум на 2017 год 24 459 деньги, что позволит с 1 января 2018 года повысить для 3 миллионов человек размеры базовых пенсий, пособия для инвалидов семьи потерявших кормильца, адресной помощи и пособия для воспитывающих детей инвалидов. С 1 января 2018 года правительством планируется поднять порог оказания адресной социальной помощи с 40 до 50% от величины прожиточного минимума и внедрить ее в новый формат. Пятый приоритет – институционное переобразование, безопасность и борьба с коррупцией. В рамках данного приоритета будет проведена ревизия всего законодательства на предмет усиления защиты прав собственности, внесения изменений в законодательство об административных правонарушениях и уголовного законодательства, в частности гуманизации и снижения санкций за правонарушениями в предпринимательской среде. Будет усилена работа по повышению и исключению причин предпосылок к коррупции. Послание глава государства призывает все общества страны активно принять участие в борьбе с коррупцией. С развитием социальных сетей и других медиаресурсов всеобщее непринятие должно стать мощным инструментом в противодействии с коррупцией. В целом обеспечении национальной безопасности будет разработана госпрограмма в противодействии с религиозным экстремизмом и терроризмом на 2017-2020 годы и концепцию кибербезопасности. Уважаемые участники встречи, завершая свое выступление, хочу отметить, что послание президента страны Нуслана Обещания Назарбаев является важным общественно-политическим событием для всей нашей страны. В главном программе документы заложены основные приоритеты развития государства в ближайшие годы. Впереди нецамена предстоит большая работа. При вашей поддержке всего народа Краснодара все поставленные главы государственной задачи будут качественно и эффективно выполнены. Уважаемые гости, уважаемые коллеги, время нашей работы подошло к концу. Мы благодарим вас за активное участие и вас, уважаемые гости, за предоставленную информацию. Всего вам доброго и до скорой встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok